Далее в выпуске обзор прессы, его для нас подготовила Лидия Шинко. Добрый вечер. В день города на улицах не будут продавать пиво. Такой запрещающий указ подписал мэр Волгодонска, но об этом подробнее через несколько секунд. Беспрецедентные меры по ограничению торговли спиртным предприняты в канун празднования дня рождения Волгодонска. Мэр Виктор Фирсов своим постановлением запретил продажу спиртного 10 сентября этого года. Пишет Волгодонская правда. Под запрет пропали 35 магазинов, прилегающих к местам массового скопления горожан. Интересно, что ограничение на продажу алкоголя на разных улицах будет действовать в разное время. Так, например, в магазине Милана на строителей 8 купить пиво нельзя будет с 14 часов до 17. А в магазине Радиш на линии на 55 с 17.00 до 23.00 вечера. Цемлянское водохранилище все больше напоминает Аральское море. Пишет газета «Правда что». Еженедельник посвятил засухи передовицу. Репортеры подсчитали. Ширина Сухосоленовского залива стала меньше почти вдвое. А на диком пляже в районе В-9, где еще в начале лета купались люди, в конце августа можно было пройти пешком по дну метров на 200 от берега. Сейчас все понимают, что это лишь верхушка айсберга. Но конкретных мер по спасению рукотворного моря никто не предпринимает. Между тем, журналисты блокнота расследовали дело о таинственной воде. Речь идет о воде горячей, которая бежит из кранов дома номер 9 по бульвару Великой Победы. И которая теплеет только лишь в момент ее измерения жилищной инспекцией. Жители неоднократно писали в управляющую компанию «Жилремстрой плюс» и теплоснабжающую организацию «Лукоил ТТК» о том, что не будут платить за холодную воду из крана горячей. Но вместо того, чтобы им помочь, ростовский директор «Лукоила» посоветовал людям продавать свои квартиры в этом доме. Жильцы в отчаянии обратились в газету. Корреспондент приехал к ним с градусником и лично замерил температуру горячей воды. За три минуты, пока ее спускали, вода нагрелась всего лишь до 33 градусов, в подтверждении снимок, на котором видна температура. На этом о прессе все. Спасибо, Лидия.